Я из Кова, я из Кова, вряд ли видела ты такого, скобари потешный лют, говорят, не толкуют, я из Кова, я из Кова. Приветствую всех, друзья, очередной летний коп. Зашли вот в такой вот бор с камрадом на хуторочек. Здесь уже трава такая высокая, ничего, это особо не помешает нам покопать. Вот тут походу дом был, яма подвальная, вот такие вот сосеночки, тут вообще травы нет. Так что будем копать, искать и находить, так что всем приятного просмотра. Выскочила у меня вот такая ручка латунная, дверная, жизнью потрепанная, горелая, видимо. Так что вот, камрад он, залез в подвальную яму, сейчас там рубль Петра Первого выкопает. Не первого, а второго. Ну вот ушел я от домика, камрад там 5 копеек 1932 года поднял, вот, а у меня тут сигнальчик, и вот такая вот латунная ложечка лежит, латунная ложечка чайная целая. Надписи вроде не вижу, надписи вроде не вижу. Ну такая целенькая, увесистая прям, видимо мало ей черпали. Вообще, зачет. Друзья, выскочила вот такая вот штука. Вот. Железная. Тут какие-то отверстия. Я предполагаю, что это шомпол был. Вот. Вот это вот центральная часть. Вот это вот в нее вставлялась и выкручивалась. А вот это уже в эту. Вот. Очень похоже. Но могу ошибаться. Ну вот, друзья, выскочила у меня такая вот почтовая пломба. Станция Плюса. Походу, октябрь. Номер один. Дату не видно. И год тоже не видно. Северо-западная железная дорога. Вот такая вот пломбочка. Копаем дальше. Ну все, с Богом, как говорится. Нам надо перейти на ту сторону. А тут речушка. Так. Первый пошел. Эх, засасывает меня. Как я сапоги вытаскивать буду? Это вообще такая глубина бесконечная. Слышишь? Можно искупаться. Ого. Хотя на корнях не не стою. Хорошечно тебе. Ну все, ты победил. Пришли на очередной хутор. Там хуторок еще один был. Он такой весь за 40 комрат там. Две. Советин и поднял бронзовых. Вот. И перешли буквально через дорогу. Метров 10. И вот очередной хуторок нетронутый. Причем, что тот не копан, что этот. Сейчас пробиваем его. Посмотрим, что тут будет. На том хуторе, с которым мы только что ушли. Сейчас сломанную тоже чайную ложечку. Латунную поднял. Посмотрим, что здесь будет. Ну вот, друзья, пришли еще на один хуторок. Вот. Стали его пробивать. Помаленечку. Там вот ямка у меня была выкопана. Закопал ее. Все как херня. Стекло, фарфор вылез. Вот. И очередной сигнальчик. И вылез вот такой вот латунный шампул для пистолета. Вот. Клеймо есть. Что-то не перебиваешь. Надо тебя выключить. Чтоб не нервничал. Вот. Идут клемм. А, о. Звездочка. Такая вот. Ну, это точно не современный. Потому что современные шампулы для пистолета. Они шли, точнее идут уже железные. Этот какой-то латунный. Или медный. Так что вот, копаем дальше. Нашел такую же сыпушку. Гильз. 7,62. Вот. И тут деревянная пуля. Наверное, уже ближе к советскому времени. Учебные какие-нибудь. Комрад спускается. К речке. Обошел, он упирался. Я не понимаю. Лопаты главное. Упираться. Так, отсвечивает. Вот, бабушки. Ага. А как же заменить воду в сапогах? В сапогах? Поменять. Тут раки, кстати, могут быть. Тут раки могут быть. Ну, все, друзья. Чешем мы до машины. Вот, жара стоит уже. В речке ополоснулись. Ножки помочили. Личика помыли. И теперь идем до машины. Кто бы еще донес бы, было бы вообще красота бы. Надо попутку ловить. Попутку стоять. Мы долго тут будем. Как в этом. В древнем Риме. Чтоб прибежали те, эти носильщики. И до машины донесли. Так что, как Камрад сказал, все находки видели. Показывать не буду. Камраду сегодня больше повезло, чем мне. О, да, сказочно. Насобирал монет сегодня. Сколько ты что? Пять надо. О, уже результат. О, добро. Все дела. Все как положено. Так что, всем пока. Побольше находок. Всем удачи.